Это видео о том, об организационной структуре стартапа. И перед тем, как я начну говорить, я хочу дать очень важное понятие о том, что такое бизнес вообще. Итак, бизнес вообще, это на самом деле очень просто. Это стрелочка. Кружочек. И квадратик. Где под стрелочкой понимается процесс лидогенерации. То есть это процесс лидогенерации, это маркетинг. Где результатом этого процесса является лид. Или заинтересованный клиент, пришедший в отдел продаж. И вот это у нас процесс лидогенерации. Это у нас процесс продажи. А это у нас процесс производства. где на выходе мы получаем довольного клиента, который заплатил нам деньги, готов привезти своих друзей и знакомых и подписал нам бумаги. Итак, бизнес это очень просто. Это стрелочка, кружочек и квадратик. Где стрелочка это процесс лидогенерации, действия направленные на то, чтобы в процесс продаж пришел заинтересованный клиент. Процесс продаж это процесс, где заинтересованный клиент превращается в сделку. И процесс производства это там, где мы взятое обязательство в отделе продаж перед нашим клиентом, собственно говоря, выполняем. То есть передаем тот самый товар и осуществляем ту самую услугу, которую мы вот здесь вот в отделе продаж ему пообещали. И после того, как мы это сделали, мы получаем довольного клиента, который заплатил деньги и подписал все наши бумаги о том, что он соглашается с тем, что мы выполнили взятое на себя обязательство в отделе продаж. Все очень просто. Теперь давайте понимаем вот это, поймем, как устроена организационная структура нашего стартапа. И добавим еще одно, обопремся еще на одно понятие. Ну, первое. Вы помните про круг ответственности и круг самореализации, который мы говорили в предыдущих видео. И кто у нас находится в кругу ответственности и самореализации в нашем стартапе? Это капитан. И я нарисовал, собственно говоря, круг ответственности и самореализации капитана. То есть капитан делает все необходимое для того, чтобы на выходе из этого круга ответственности получился довольный клиент, который заплатил деньги, который подписал нам все бумаги, бумаги подписаны и готов рекомендовать нас или нашу компанию или наши услуги своим друзьям и знакомым. И это круг ответственности капитана. Что происходит, когда у капитана появляется его команда, появляются первые люди? Эти люди заходят в свои круги ответственности и, соответственно, забирают. Капитан делегирует, а команда забирает эту ответственность у капитана. И сколько таких кругов? Ну, как мы уже перед этим посмотрели, первое, что приходит в голову, их три. И это у нас процесс продажи или команда продаж. Это команда продаж. Извините, первый круг у нас не продажи. Первый круг у нас видогенерация. Соответственно, первая команда, это команда маркетинга. Вторая, второй круг ответственности, это команда продаж. И третий круг, это команда производства. Как вы помните, результатом работы команды маркетинга, то есть ИКР команды маркетинга, вот этой точкой перехода ответственности является лид. То есть лид, это заинтересованный клиент, который пришел к команде продаж и пришел в процесс продажи. Результатом работы команды продаж является сделка. То есть это договоренность о том, что мы предоставляем нашему клиенту и сколько это для него будет стоить. И результатом команды производства является уже довольный клиент, который заплатил деньги и подписал все необходимые бумаги, чем подтвердил, что обязательства, которые взяла на себя команда продаж, были выполнены. Здесь интуитивно чего-то не хватает. Для того, чтобы каждый из этих команд работали и выдавали свои ИКР, команда маркетинга выдавала лид, команда продаж выдавала сделку, команда производства выдавала довольного клиента, соответственно нужна еще одна команда и мы ее давайте нарисуем вот таким образом и назовем ее команда обеспечения и поддержки. Что будет являться их ИКР? ИКР это идеальный конечный результат или ихний продукт. Их ИКР является все необходимое для команды маркетинга, чтобы они могли сделать лид, все необходимое для команды продаж, чтобы они могли этот лид превратить в сделку и все необходимое для команды производства, чтобы они могли выполнить взятые командой стартапа или командой бизнеса обязательства. И команда обеспечения это услуги, они обеспечивают и поддерживают. Что это за услуги? Первое. Это финансовая команда. Задачка финансовой команды это обработка денежных средств, обработка движения денежных средств. Это работа с банком, работа с интернет-банком, ведение кассы. Также в финансовую команду попадает управленческий учет. Это ведение базы 1С, ведение экрана, экран дела финансового результата и ведение экрана проектов. Вторая услуга это бухгалтерская команда. Что делает бухгалтерская команда? Бухгалтерская команда ведет налоговый, бухгалтерский и кадровый учет. То есть они это все делают в 1С, соответственно, сдают налоговую отчетность, делают встречные налоговые проверки и делают сверки с контрагентами. Третья часть всей команды обеспечения и поддержки это юридическая команда. Это юридическая безопасность всего того, что мы делаем. Четвертое. Это команда системы коммуникации. Система коммуникации. В систему коммуникации входит наш системный администратор и система коммуникации это наши сайты, это наши скайпы, это любое движение информации и поддержка это движение информации. И оставшиеся еще две. Пятая это секретарская команда. И шестая это коучинговая поддержка. Или какая-либо коучинговая или экспертная поддержка. Итак, таким образом наша организационная структура выглядит как пять кругов ответственности. Где общий круг ответственности это круг ответственности капитана. И результатом его является довольный клиент, заплативший деньги, подписавший бумаги. Где внутри этого круга ответственности мы выделяем четыре круга ответственности. Это команда маркетинга, результатом является лид, команда продаж, результатом является сделка. И команда производства, результатом является довольный клиент. А также команда обеспечения и поддержки. И это финансовая команда, бухгалтерская команда, юридическая команда, секретарская команда, команда поддержки коучинга и команда системы коммуникации. Соответственно, зачем нужна организационная структура? Когда капитан один, эти все функции он выполняет сам. Когда у него появляется команда, важно понять, договориться и выделить тот сектор ответственности от капитана, который забирают команды. И организационная структура помогает договориться команде стартапа о том, кто за что отвечает и к каким результатам промежуточным результатам должны проходить. Ну и понятно, что это у нас идет поток, у нас направлен вот в эту сторону. Ну что ж, про организационную структуру это все. Спасибо.